Вы называете крайние меры возможности ввода войск на территорию Украины, но все же вы полностью этого не исключаете. Но ведь в этом случае, если войска будут введены, может начаться война. Вас это не беспокоит? И второй вопрос, вы говорите, что Янукович не отдавал приказа стрелять по людям. Но кто-то же стрелял по митингующим. Понятно, что эти были снайперы. Это были подготовленные снайперы. А вы знаете, что сейчас есть мнение, в том числе и среди недавно митинговавших, что это были провокаторы одной из оппозиционных партий? Вы слышали? Нет, я об этом не слышала. Посмотрите на эти материалы. Они есть в открытых источниках. Поэтому там сейчас очень трудно разобраться. Но мы с вами прекрасно видели, когда бойцы Беркута стояли со щитами, а в них стреляли не из пневматического, а из боевого оружия, простреливая их насквозь. Вот это мы точно видели. А кто отдавал взаимные приказы, этого я не знаю. Я знаю только, что мне Янукович сказал. А он мне сказал, что он таких приказов не отдавал и, более того, дал указание после подписания соответствующего соглашения даже вывести все подразделения милиции из столицы. Если хотите, я вам скажу даже больше. Он мне по телефону звонил, я ему сказал, чтобы он этого не делал. Я говорю, у вас наступит анархия, хаос наступит в столице. Пожалейте людей. Но он все равно сделал это. Как только он сделал, так захватили и его офис, и правительство. И начался как раз тот хаос, от которого я его предупреждал, который продолжается до сих пор. А на первую вопрос, вы смотрите. Еще раз. Ну, что может начаться война? Вас не беспокоит? Нет, меня не беспокоит. Если Россия крайне умерла. Нет, меня это не беспокоит, потому что мы не собираемся и не будем воевать с украинским народом. Украинского войска есть, армия есть украинская. Или вы не мерите, что... Послушайте меня, послушайте внимательно. Вот я хочу, чтобы вы однозначно меня понимали. Если мы примем такое решение, только для защиты украинских граждан, и пускай попробует кто-то из числа военнослужащих стрелять в своих людей, за которыми мы будем стоять сзади, не вперед, а сзади. Пускай они попробуют стрелять в женщин и детей. Я посмотрю на тех, кто отдаст такой приказ на Украине. Можно померить вам? Спасибо.